Всем привет! Дядь Юра дает пронос на матч второго тура АПЛ в Саутгэмптон Тоттенхэм. Очные матчи команд. В последних 10 очных матчах команды 9 раз играли на обе забьют да и 7 раз на тотал больше. В последних 9 очных матчах никогда не побеждали гости. Два последних очных матча на Сент-Мэрис закончились на тотал меньше. Как видим в очных поединках святые со шкурами играют очень результативно, а хозяева имеют серьезный перевес. Статистика команд. Саутгэмптон в последних 10 своих матчах поровну играл на обе забьют да нет и 6 раз на тотал меньше. Святые не проиграют в последних трех домашних играх. Тоттенхэм в последних 10 своих матчах поровну играл на обе забьют да нет и 6 раз на тотал больше. Шпоры проиграли два своих последних матча. Как видим обе команды поровну играют на обе забьют да нет. Святые чуть чаще низовые матчи, а Тоттенхэм результативные. В первом туре Шпоры минимально проиграли Дома Эвертону, который провел очень хороший матч. В самом дебюте матча Андраде мог забить гол в пустые ворота, но не попал. Потом у Тетенхема было два убойных момента, но Пикфорд вытащил два мертвых мяча. В начале второго тайма Калверд Льюин выпрыгнул выше всех на фланговый навес и вколотил головой мяч в верхний угол ворот Льериса. Шпоры имели в запасе почти весь второй тайм, чтобы сравнять счет, но Эвертон без ошибочек отыграл в обороне, не дав хозяевам ни одного более-менее хорошего момента. Саудгептон также минимально проиграл на Солхенспарк, хотя имел заметное преимущество. Единственный гол забил ЗАА еще в дебюте матча. Вилфрид без помех замкнул фланговый навес, точно пробив ближний угол ворот Маккарти. Гол полностью на совести Уокера Питерса, который проморгал ЗАА на своем фланге. Во втором тайме Саудгептон имел два потрясающих момента, чтобы забить, но Гуайта непостижимым образом реагировал на сильный удар из близкого расстояния. ЗАА забил еще раз, но гол отменили по причине офсайда. Встречаются две команды, которые минимально проиграли свои первые матчи. С учетом товарника Слотфордову Шпур два поражения к ряду. Обе команды не забивали в предыдущих своих матчах. Шпуры очень редко проиграют три игры к ряду. Также обе команды достаточно редко не забивают в двух матчах подряд. В очных играх соперников в девяти из десяти последних матчей прошли на обе забьют да. Из этого можно сделать два вывода. Первое. Гости должны не проиграть матч. Второе. В игре должны бы забивать обе команды. Если сюда добавить тот факт, что две последние очные матчи на Сент-Мэрис закончились на тотал меньше, а также на тотал меньше сыграли обе команды в первом туре, вариант с тотал больше имеет чуть большую вероятность на предстоящую игру. Вариант результативной игры подтверждает и статистика команд. Святые в последних пяти сезонах в домашних матчах на тотал больше играют 52%. На обе забьют да 58%. Шпуры в своих выездах на тотал больше 56%. На обе забьют да 61%. Из связки ставок тотал больше обе забьют да и х2 самый высокий концент стоит на тотал больше 2.05. На обе забьют да 1.80. На х2 1.45. Конечно же, самым надежным вариантом смотрится вариант х2. Будет очень удивительно, если шпуры согнутся с таким составом третью игру к ряду. Ставка достаточно надежна, а коэффициент для такого уровня надежности очень даже ничего. Вариант с тотал больше и обе забьют да недалеко ушли друг от друга по своей вероятности, но первый имеет гораздо больше коэффициент. Почему тотал больше и обе забьют да почти тождественны по своей вероятности? Если не будет обе забьют да, то скорее всего не будет и тотал больше. Очень маловероятно, что одна из команд сможет выиграть на 3-0. Если случится обе забьют да, то тотал больше будет совсем рядом. Дело в том, что шпуры в последних трех своих матчах не забивали более одного гола за игру. Это длинная серия для Тутенхэма, которая скорее всего прервется. Поэтому гости должны забивать на Сент-Мерис не менее двух раз. Поэтому если будет обе забьют да, то скорее всего будет и тотал больше. И скорее всего будет победа гостей. Поэтому дядя Юра считает, что став на тотал больше 2,5 за 2,05 будет наиболее оптимально на этот матч. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы! Продолжение следует...